Классовая борьба Я, конечно, могу сказать, что это Карл Маркс Да, вот обычно так отвечают, что это Карл Маркс Но вот Маркс от этого открещивался Это экономически Нет, это сделали французские буржуазные историки Во Франции сложилась такая ситуация накануне буржуазной революции Что в виде наступления нового класса Класса буржуазного Феодалы начали доказывать В лице своих идейных представителей Что управлять государством могут только благородные Так что если вы не У вас не папа, не князь, не граф У меня, по-собственности, чеченские князья А с другой стороны у меня французский феорист и граф Вот, вот вы можете управлять государством А другие, которых нет, таких родственников, те не могут И вот, значит, с такой идеей выступали идеологи феодалов А идеологи молодой буржуазии наступающей Высказывались так, что управлять государством И осуществлять властные функции Могут быть представители любых классов Надо сказать, что для этого времени Характерна не узкая постановка вопроса Идеологами буржуазии, а как бы всенародная То есть все могут, все классы могут это делать И вот, собственно, они-то и разработали теории классов Вы можете записать такие фамилии, как Тьерри, Минье и Гизо Вот им, этим трем человекам, трем буржуазным историкам И принадлежит заслуга разработки теории классовой борьбы И само открытие классов А что касается Карла Маркса Вот у меня в руках письмо Маркса и Осипу Вейдемейеру В Нью-Йорк, Лондон, 5 марта 1852 года Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга Что я открыл существование классов в современном обществе Ни та, что я открыл их борьбу между собой Буржуазные историки задолго до меня Изложили историческое развитие этой борьбы классов А буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего Первое, что существование классов связано лишь С определенными историческими фазами развития производства Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата Третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход К уничтожению всяких классов и к обществу без классов Вот что писал Маркс по поводу того, что он сделал Поэтому заслуга открытия классов и заслуга разработки теории классовой борьбы Предлежит французским буржуазным историкам С этого времени при рассмотрении истории При рассмотрении развития общества Такой серьезной методологией, глубокой методологией является теория классовой борьбы В зависимости от того, как складываются какие-то политические ситуации От нее кто-то отходит или снова к ней приходит Но это вот общий фундамент Который характерен и для серьезной прогрессивной буржуазной науки И для той марксистской науки Которая выросла, собственно говоря, на почве вот этих разработок То есть рассмотрение общества как развивающегося в порядке классовой борьбы И вот если мы с этим арсеналом, с точки зрения борьбы классов Рассмотрим современное состояние нашего общества Или движение современного общества Что мы обнаружим? Мы обнаружим, что в современном российском обществе Есть два главных класса Это, во-первых, класс буржуазии Или капиталистов Или предпринимателей, как их называют Но я думаю, что предприниматели Более широкое понятие под него попадают Не только те, кто имеет капитал И те, кто использует наемный труд Но и индивидуальные предприниматели То есть класс все-таки капиталистов или буржуа И класс рабочих Или пролетариат Как всегда в буржуазном обществе И так и в современном российском буржуазном обществе Имеется третий класс Который занимает некое среднее положение Между рабочим классом и буржуазией С одной стороны это собственники У них есть средства производства С другой стороны это трудящиеся Поскольку они работают сами И не эксплуатируют чужого труда Да вот такие частные собственники Которые не эксплуатируют чужого труда Или эксплуатируют чужой труд Используют его в незначительных масштабах Таким образом, чтобы главным для них было Не присвоение чужого труда А главным источником дохода был бы собственный труд Они называются мелкими буржуа И мы должны понимать, что мелкие буржуа Это не маленький буржуй Не маленький капиталист Это вообще не капиталист Вообще не буржуа Поскольку он живет собственным трудом И вот его такое срединное положение Трудящегося с одной стороны И собственника с другой И объясняет его колебания Его непоследовательность Ну и сознание мелких буржуа Оно, как правило, кашеобразное То есть там есть идеи Вполне буржуазные Там есть идеи вполне пролетарские И там причудливая смесь Тех и других идей Вот картина И эта картина вполне Обрисовывает состояние Современного российского общества Если мы на него вот такими глазами Через призму класса и воревы Посмотрим Что мы можем сказать теперь Про две главные борющиеся страны Ну первое, что мы можем сказать Что можно похвалить вообще буржуазию За то, что она активно борется За свои интересы Во-первых, буржуазия провела То, что она хотела То есть осуществила приватизацию Общей собственности И эта приватизация Довольно активно И довольно остроумно Была проведена так Что за короткое время В начале 90-х годов Вся бывшая общественная собственность Оказалась в руках Небольшого сравнительно круга буржуа Как это делалось Мы можем вспомнить Было такое замечательное средство Как Ваучеры В чем смысл ваучеризации В том, что Объявляется, что мы Так сказать, все Мы все с вами Имеем общую Общую собственность Ну вот вам предлагается Выдать вашу часть Вашей собственности Чтобы каждый непосредственно Свою часть собственности имел Каждому гражданину Выдавалось Свидетельство На то, что он имеет Эту часть собственности Это свидетельство Называлось ваучером Про него такие люди О которых сегодня Складывают легенды Как они ловко обманывали народ Такие как Чубайс Рассказывали, что Вот если вы ваучер имеете То считайте, что вы там Три Волги можете приобрести Ну потом Благодаря усилиям Гайдара Который Обеспечил такое Повышение цены Что, которое Обесценило все вклады После той операции Которую Гайдар проделал Что получилось Получилось, что Человек, который Имеет ваучер Разве что Килограмм колбасы Может купить На этот ваучер И этим все закончилось А с другой стороны Нужно было, чтобы Эти ваучеры Переместились В нужные руки Что для этого Было предпринято Для этого Было предпринято Следующее действие Которое Последовательно Проводил Буржуазный класс России в 90-х годах А именно Не платили зарплату Сколько? Ну да Вплоть до того Что полтора года Не платили зарплату А если Не выплачивается зарплата Приходят В то же время Хорошие люди К проходным заводам И говорят Не хотите ли вы Продать ваучер За живые деньги Сейчас вам сразу Деньги дадут Конечно не по той цене О которой шла речь Когда говорили о ваучерах А По той реальной цене По которой сейчас Вот мы готовы вам заплатить А поскольку у людей Денег нет И если есть нечего То эта задача Была очень быстро решена Поэтому Некоторые Интересные люди Которые Скупили эти ваучеры Например Пошли И приобрели На эти ваучеры Уралмашзавод И так далее Но это была Не главная форма Приватизации Это была Я бы сказал Такая форма Приватизации Которая была На глазах Которую все видели А есть такие формы Которые не все видели Но которые являются Гораздо более эффективными Как вы помните Борис Николаевич Ельцин Он был человеком Таким Откровенным Жизнерадостным Говорил Куда делись 800 миллиардов Отправили Не знаю Куда Доделись И вот Президент заявляет Что он не знает Куда делись 800 миллиардов А деньги нужны Раз деньги нужны Значит поскольку Есть государственный бюджет Сразу так сказать Все нельзя Уничтожить Надо хоть По крайней мере Это делать по частям Поэтому Значит Надо деньги получить Тогда Был придуман Такой механизм Залоговых аукционов В чем его Так сказать Характерная черта Значит Борис Николаевич Обращается У вас Слушай Дай миллион Он Он говорит Я дам Но Надо какой-то залог Ну какой тебе залог Хочешь Завод Хочу Значит Ну если Вы не отдадите Борис Николаевич То завод будет Мой Хорошо Значит Ельцин Или Его Свита Получает Миллион А завод Который стоит Несколько миллиардов Ставится в залог Потом этот миллион Не отдается И в соответствии Так сказать С тем Что был договор Между государством В лице президента И Соответствующими Структурами Которые Обещали Выдать деньги Они деньги выдали Они свою Часть договора Осуществили Завод Переходит Собственно С кого Того Кому Должны Вот И все И тем самым Один завод Второй завод Третий завод Через некоторое время Оказывается Что все крупнейшие Предприятия В том числе Нефтяные Те предприятия Которые Представляют собой Главное богатство Вообще Россия И главное богатство Российской экономики Оказались В частных руках И это тогда Считалось Скажем Такими людьми Как Гайдар И большим достижением Поскольку Они реализовали Свою мечту И быстро создали Класс частных Собственников Создать класс Частных собственников И это значит Так сказать Сформировать тот Полис Который будет Обеспечивать Эту определенную Политику Политику этих Самых частных Собственников Капиталистов То есть Если На первом Этапе Появления Социализма Капитализма В России При первом Пришествии Капитализма Он родился Из феодализма Естественным путем И капиталисты Это были Кто такие Это были Организаторы Производства Инженеры Талантливые Изобретатели И так далее Это было Так же и в Америке Это было так же И в Англии То вот Как говорится При втором Пришествии Капитализма Как это произошло В России Это были люди Оборотистые Которые Ловко обманули Одного Второго Третьего Во всяком случае Свою задачу Они решили Мы сейчас рассматриваем Действия Класса буржуа С точки зрения Это вот Хорошо Он боролся За свои интересы Боролся Дальше Дальше нужно было Обеспечить реализацию Этих интересов Для этого Необходимо Установить плоскую шкалу Налогообложения Это очень здорово Потому что Таких стран Больше нету В которых бы Независимо от того Сколько ты получаешь Процент налогов Был Тем же самым Ни в Америке Этого нет Ни в Англии Ни Во Франции Во Франции 56,8% Налог на высокие доходы Если вы получили Миллиард евро Значит 568 миллионов Вы должны будете отдать И соответственно 432 Вам останется На то Чтобы вы могли Как-то промотать Что хотите Делайте Но уже государственное Дело обеспечено При этом Буржуазия С пониманием Это делала С пониманием Что те деньги Которые перейдут Государству Они же перейдут Своему государству Потому что государству Эта машина носили В интересах определенного класса И поэтому Раз они перейдут Этому государству Кто получит заказ У этого государства Если идет работа На заказ Ну те кто И сдавали Причем Сдавали это все А получит заказ Только крупнейший Капитал Поэтому Вот эта вот Кажущаяся Картина Что вот Вот эта Система налоговложения Прогрессивная Она конечно Хороша Для трудящихся Она хороша Для трудящихся С них меньше берут А с нижних Слоев Наиболее бедных Вообще не берут То есть она Вроде как В интересах А с другой стороны Она в интересах Крупнейшего капитала То есть размывается Так вот этот Средний Мелкобуржуазный слой А выигрывают И те И другие Поэтому можно сказать Что это вполне Общенародная мера Ну вот такой Общенародной меры Нет Но вот буквально Вчера и сегодня Радио говорит о том Что обсуждается В Министерстве Экономического Развития Вопрос О системе Налоговложения Такие прогрессивные И причем обсуждается После того Когда уже все Какие экономисты Более-менее Крупные есть У нас все сказали Что это нужно Давно сделать Потому что Искать деньги Тогда Когда у вас Плоская система Налоговложения Это просто смешно Надо Установить Другую систему Налоговложения И деньги Само собой Перейдут В руки Государства И эти деньги Никуда не денутся От тех Кто их сдал Потому что Кто много сдает Тот много и получает То есть Еще одно Действие Которое выражает Интересы Буржуазии И еще За что можно Похвалить Буржуазию Если Хвалить тех Кто защищает Интересы Своего класса Это правильно Если вы Представляете Какой-то класс Выход И действуете В интересах Этого класса Это вопрос Об инфляции Тут надо сказать Что это Не с подачи Самой Буржуазии Сделано Это было сделано Джоном Мейдардом Кейнсом В книге Общей теории Занятости Процента и денег Который выступал За государственное Регулирование И который В этой книге Объяснил Ну зачем вы Между собой Там на предприятии Конфликтуете Вы не конфликтуете Вы плачиваете Зарплату Мы ее будем забирать Через повышение цен Всяких тарифов И так далее И на сегодняшний день Изобретено Замечательное Действие Изобретено Буржуазии Которые с помощью этого Осуществляют Свои интересы Интересы состоят в том Чтобы не повышать Зарплату Реально Как это осуществляется Ну тем Что предлагается Всем работникам Заниматься Сизифовым трудом В чем состоит Сизифовый труд Камень закатить Наверх А потом он скатывается Обратно И вы опять его Закатываете Значит Что такое Инфляция Это постоянное Понижение Реального содержания Ваших доходов Катится в течение года Камень Катится Внизь И в течение этого же года Предлагается Трудящимся Работникам Вместе со своими Партиями Если они не очень глубоко Вникают в суть дела Бороться За индексацию А что и за что Значит бороться За индексацию Индексация Это возвращение Реальных доходов И зарплаты На тот уровень Который был до Начало года То есть Вернуть Зарплату На прошлогодний уровень И вот люди борются 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 И вот на прошлогодний уровень Если вы Эту картину Если у нас Политический подход То мы должны Досмотреть до конца Она сводится к тому Что Закатывается камень И это целый год Борются Трудящиеся их Представители Или те кто думает Что они представители Или которые Считают себя Спасителями народа Они борются За это дело И наконец Закатили На тот уровень Который был В прошлом году С последующего года С 1 января Опять поехало Все это вниз И так все время Сизифов труд То есть Никакого улучшения Никакого повышения Реального содержания Зарплат Тогда как Умная Умная Политически грамотная Буржуазия Российская Записала В трудовом кодексе Как вы понимаете Что такое трудовый кодекс Это право А право Это возведенное В закон Воля господствующего Класса Там написано В статье 130 Государство Гарантирует Обеспечение Повышения Реального содержания Заработной платы А это не написано Но я вам могу сказать 134 статья написано В самом заголовке Обеспечение Повышения Уровня Реального содержания Заработной платы Все написано Что вам еще надо А потом в тексте Написано Что включает Вся индексацию Ну как Пятерка Включает в себя И четверку И тройку И двойку Единицу Понятно Что если это Повышение Реального содержания Это уж индексацию Вам конституции Дано 37 статья Дано О чем мы должны Мы о своих интересах Должны заботиться А вы о своих Заботьтесь У нас свободное общество Каждый заботится О своих интересах Почему вы не позаботились О своих интересах Вы что хотите Иждивенцем быть Государство Это советское время Было Тогда вы могли Выйтизивенцами А сейчас у нас Время новое Свободное Вот пожалуйста Свободно и боритесь Вам дано право И боритесь Если вы пойдете В суд По поводу того Что вам не повышают Реальное содержание Нет такого закона Об обязательности Нет обязательности Индексации Никто с нами Разговаривать не будет Скажет У вас есть там Перетягивание каната Написано Целая процедура И идите Перетягивайте Если вы этого Добьетесь Вот некоторые В этом плане Продвинутые Трудящиеся Которые Использовали Этот механизм Который прописан В современном законе И не скажете Что вам это запрещают Или не разрешают Пожалуйста Дальневосточный Докер Записали Себе Коллективный договор Следующее положение Значит Ежегодно С 1 января Повышается Заработная плата На индекс инфляции Плюс 5% И постоянное Повышение уровня Реального содержания Зарплаты Теперь Ford Motors Company К сожалению Значит Это Тот коллективный договор Давно закончился В который они записали Поскольку у них Они почему-то на 1 год Только Договора заключали Хотя Право дано Законам Заключить на 3 года И продлить еще на 3 года То есть на 6 Но если вы хорошие Чего-то забились Так что же вы Отдаете сразу И со следующего года Или даже через полгода Начнете опять Бороться за то Чтобы это получить Чтобы не получился В связи В труд Так вот Они записали Повышение на Индекс инфляции Плюс 2,5% Докеры ЗАО Первая Стивидорная Компания Специальное Приложение К коллективному договору Составили О повышении Уровня Реального Содержания Заработной Платы Где Записано Что если Администрация То есть если Работодатель В течение года Не повысил Зарплату Выше чем Темп инфляции То тогда Вступает В действие Формула Формула Состоит В зависимости Повышения Зарплаты От роста Производительности Труда А производительность Труда Все время растет А раз она Все время растет То и Реальное Содержание Зарплаты Растет Видели Таким образом Ситуация Какая Что Раз Можно сказать Надежда Здесь Ни у того Ни у другого Класса Только на свое Государство А на то Что вы сами Будете бороться Буржуазия борется За Свои интересы Борется Рабочий класс Если хочет Улучшить свою половину То пусть Тоже борется Это его дело Если он не хочет Бороться Если вы не хотите За свои интересы Бороться Почему я должен Бороться За ваши интересы Тем более Если у нас Интересы Противоположны Я что Враг себе Бороться за ваши Интересы Очень странно Было бы Но подумайте Сами Если я Представитель Буржуа Или я Персонификация Капитала Капитал Это самовозрастающая Стоимость Так Я покупаю Вашу рабочую силу Если я покупаю Вашу рабочую силу Так я покупатель Вы таких покупателей Знаете Сумасшедших Которые хотели Покупить По более высокой цене Вы таких Знаете Сумасшедших Их нет Так вот Я не сумасшедший Чтобы покупать По более высокой цене Вы продавец Вы продаете Рабочую силу Вы продаете Или я Если вы продаете Ну так вы и повышаете А я тут при чем Ну понятное дело Чтобы повысить Цену рабочей силы Для этого Нужна Коллективная борьба Работников За что Ну Больше всего Разговоров идет Когда говорят Об интересах Работников Заработной плате Но это Сужение конечно Интересов Работников Очень сильное Почему Потому что Вот для буржуазии Действительно Стоимость Прибавочная Это есть Полное выражение И интересов Чем больше Прибавочная стоимость Тем Полнее Реализованы Интересы Класса буржуазии А что касается Работников Ну вот По этому поводу Есть Высказывания Умных людей Которые Говорили К чему Сводится Вот Борьба И интересы Рабочего Класса Рабочих Работников И так далее В великом почине У Ленина Есть вот такое Высказывание Что Карл Маркс В капитале Издевается Над пышностью Велеречивостью Всей этой Великой Харти И вольностей Над всем Этим фразерством О свободе Равенстве И братстве Вообще Которые Ослепляет Мещан и Филистера Всех стран Вплоть до Нынешних Подлых героев Подлого Бернского Натрационала Всем этим Пышным Декларациям Прав Маркс Противопоставляет Простую Будничную Постановку Вопроса Пролетариатам Государственное Сокращение Рабочего Дня Вот Квинтэссенция Интересов Рабочего Класса И Плюс К этому Добавляет Что формула Настоящего Коммунизма Отличается От пышного Фразерства Каутского Меньшевиковских Милыми Братцами Изберна Тем что Они сводят Все к условиям Труда Поскольку вы продали Свою рабочую силу Если вы работники То вы заинтересованы В том Чтобы были обеспечены Благоприятные Условия труда А условия труда А Бывает Тяжелые Особо тяжелые Вредные Особо вредные В воздухе Производственных Помещений Имеет место Загазованность Запыленность Наличие Всякого рода Вредных веществ Плоть до Канцерогенных Веществ И контакт С канцерогенными Веществами Как при производстве Например Меламина На Невиномысском Азоте Собственник Которого Получил В один год 24 миллиарда Прибыль Дохода А Вся зарплата Работников 900 миллионов Так что Вот оно Соотношение Если вот С такой точки зрения Посмотреть На То в чем Заинтересованы Работники Потому что Не все работники Это понимают Потому что Некоторые Тверхуручно Работают И тем самым Работают На понижение Своего здоровья И на Фармацевтическую Промышленность Так можно сказать Поскольку Они зарабатывают На Лекарства А что По этому поводу Говорили люди Которые Выясняли Научные Интересы Рабочего Класса Вот Маркс Писал В Капитале Что в начале Сентября 1866 Года Конгресс Международного Товарищества Рабочих В Женеве Согласно Предложению Лондонского Генерального Совета Постановил Предварительным Условием Без которого Все дальнейшие Попытки Улучшения Положения Рабочих И их освобождения Обречены На неудачу Является Ограничение Рабочего Дня То есть Предварительным Условием Без которого Все дальнейшие Попытки Улучшения Положения Рабочих И их освобождения Обречены На неудачу Мы предлагаем В законодательном Порядке Ограничить Рабочий день восьмию часами. Почему так стоит вопрос, что это предварительным условием? Да потому что если у человека нет времени для того, чтобы осуществить борьбу за свои интересы, то он и эту борьбу не осуществит. Поэтому, если уж за что и бороться, то прежде всего за ограничение рабочего дня. Это во-первых. Во-вторых, вот все вот эти параметры, о которых я говорил, они все сразу улучшаются. Если вы работаете меньшее время, то вы имеете возможность прийти на занятия. Раз. Вы имеете возможность меньше находиться во вредной среде, меньше заниматься тяжелым трудом, меньше подвергаетесь опасности. То есть все отрицательные факты, которые присутствуют, а у нас их полно на производстве, но в современном производстве их очень много и больше еще стало. Электромагнитные колебания, потом радиоактивные вещества. Вот чем меньше вы работаете в этом смысле, чем меньше продолжительность рабочего дня, тем меньше вредность от проведения осуществления деятельности в рабочее время. А заработная плата здесь, она не... да, 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 вот за переработку, за переработку. И вот тут надо еще раз похвалить наших буржуа. За что надо похвалить наших буржуа? Вот возьмите Прохорова. Он свой интерес знает. Он выступил за то, чтобы рабочая неделя была 60 часов. Вы, наверное, знаете, это выступление было. Оно прошумело. Прохоров, собственно, больше ничем и не знаменит. Он вот ее мебель хотел сделать, ничего не сделал. Он должен был завод построить светодиодный в Ленинградской области, он его не построил. Вот остатки своего завода или начатки своего завода он продал там за рубль и так далее. А значительную часть капитала истратил на то, чтобы вешать билборды с пустыми, глубокомышленными какими-то своими высказываниями, которые никого не трогали. Естественно, никаких ему больших голосов на выборах президента не дали. Вот, но он свои интересы сформулировал. А что значит, если рабочая неделя 60 часов? Если вы 40 часов работаете, а сверхурочные работы оплачиваются, первые два часа, полтора раза, в полуторном размере, а следующее время все оплачивается в каком? В двойном. То есть, если объявляется, что нормальная неделя 60 часов, значит, вот все сверхурочные у вас отнимаются. Вот и все. Это у вас отнимается, но вы же должны встать на позицию Прохорова. Это у вас отнимается, а нам-то прибавляется. Человек защищает свои интересы. То есть, вы вообще против того, чтобы класс боролся за свои интересы? Вот это странно было бы. Но вот не странно вам, что капиталисты не будут бороться за прибавочную стоимость. И вы хотите вот сесть, чтобы сидели капиталисты и говорить, не боритесь за прибавочную стоимость. Как мы можем не бороться? Вот это объясните волку, что не надо есть зайчика, что надо есть капусту. Вы беретесь и объясните? Я не берусь. Вы хоть и магистры, но я думаю, тоже вас не будет волк слушать. Значит, по поводу этого дела. Морковку вы не заставите, есть льва. Ни за что. Поэтому, если речь идет о классе, то мы можем там отдельному человеку говорить, вот вы эгоист. Он говорит, вы сами эгоисты. Это один разговор. А когда идет о классах разговор, это нормально, что класс борется за свои интересы, а не за другие? Это нормально. Можно бороться тоже за свои интересы, но требовать от другого класса, чтобы он не боролся за свои интересы, это очень было бы странно. Поэтому буржуазия, которую некоторые обвиняют, что она такая, она сякая, она эдакая, она это забирает, то отнимает. Она говорит, ну хорошо, мы боремся за свои интересы, а это ваше дело. Возможности вам даны. Что вам запрещено? Вам запрещено бороться? Нет. Ничего не запрещено? Пожалуйста. Создавайте профсоюзную организацию, то есть монополию работников. Так. Размеры вам ограничены в профсоюзах? Нет. Облегчено вам создание профсоюзных организаций? Облегчено. Скажем, если речь идет о создании общественного объединения, то вот вы хотите какое-нибудь зеленое солнце создать общественное, вам 10 человек надо искать. А если вы хотите профсоюз создать, 3 человека. Вот нас сейчас трое, мы можем создать профсоюз любителей конфликтологии. Ничего нам не стоит. Сейчас протокол напишем, и все. Теперь вы знаете, что профсоюз не обязан регистрироваться в государстве? Не обязан. И общественное объединение не обязан регистрироваться. То есть они действуют по закону, без регистрации. А регистрироваться надо, если вам очень нужен счет в банке. Видимо, у вас там очень много завалялось миллионов. Вам нужен срочный счет. Срочный счет был. Да. И если вы хотите выступать истцом, и ответчиком в суде. Особенно ответчиком, наверное, вам хочется выступать в суде. Но если вы не желаете, не торопитесь выступать ответчиком в суде, то и прекрасно существуете, действуете. Еще неизвестно, из этой деятельности что-то выйдет или не выйдет. Вот я, скажем, хочу сказать, что я одновременно представляю два общественных объединения. Одно общественное объединение зарегистрировано еще в 1994 году. Уже 22 года будет в декабре. 28 декабря. Вот я президент общественного объединения, фонд рабочей академии, в скок, фонд содействия обучения рабочих. И я уже имел прелесть выступать ответчиком в суде. Нас налоговая инспекция пыталась закрыть. Но она проиграла и в районном суде. Вот у нас в Новосельском, нет, в Ждановском районном суде. И проиграла, нет, простите, в Куйбышевском районном суде. И проиграла в городском суде. Причем мне интересно было смотреть, такая надпись была. Министерство юстиции Российской Федерации против фонда рабочей академии. Ну, я думал, это интересно, что министерство будет судиться. Ну, вот представительница налоговой инспекции оказалась, ну, чрезмерно буйной. И, дескать, что мы скоро будем вообще без вас, без судей. Это решать, своим решением закрывать. А там три женщины такие сидели в суде. Они говорят, что вы будете без нас? Хорошо, ушли. А там они уходят на пять минут, через пять минут приходят, не садятся. Говорят, так, все, до свидания, вы проиграли налоговой инспекции. А мы выиграли, причем, ну, если мы в суде уже выиграли, нас вообще тронуть, ни пальцем не тронуть. Ну, вот у нас есть вот рабочая партия России, которая содействует обучению рабочих. И организация их, она не зарегистрирована, она законно действует на правах общественного объединения. Она политической партией не является, и поэтому она не обязана в любых выборах участвовать и бежать и собирать подписи. А вот если вы зарегистрируетесь как политическая партия, вы должны будете бегать. Если вы не будете бегать каждый раз на всяких выборах, у вас регистрацию отберут. И так же действуют некоторые неопытные профсоюзные вожаки, которые первое, что делают, идут, докладывают администрации о том, что создана профсоюзная организация. Ну, у вас же борьба классовая, у вас борьба противоположных сторон. Зачем-то вы идете докладывать? Это раз. Во-вторых, вы еще ничего не сделали, а уже хотите получить какие-нибудь наказания или нарекания. Вы наберите там большое количество людей, создайте хороший коллективный договор. Коллективный договор – это то средство правовое, о нем мы уже говорили, которое позволяет вам изменять право, по крайней мере, в пределах вашего предприятия. Вы получите локальный нормативный акт, который защищается современным государством. А вы этого ничего не делаете, вы бегаете и клянчите, дайте нам помещение, дайте нам то, дайте нам все. Потом это очень часто кончается тем, что буржуазия под другим каким-то предлогом этих товарищей пытается предприятие убрать. А если они, так сказать, действуют по-другому, содержательно, то как вы, никуда вы, нигде, нигде, и так далее. Что дальше? Значит, я уже говорил, что вот эта задача сокращения рабочего дня, она такая синтетическая. То есть она сразу улучшает положение по всем параметрам. Поэтому можно, если прослеживать, как менялось положение рабочего класса, можно прямо пройти не по годам и не по десятилетиям, а по столетиям. Вот чем характерен с этой точки зрения 19-й век? В 19-м веке рабочий день не регулировался в России до 1897 года. И рабочий день был сколько? 10. Нет? Нет? 14-16 часов. Примерно. Это очень легко сейчас определить. Открывайте, в интернете нажмите рабочий день в России в 19-м веке. Я вчера перед лекцией, я должен уже тоже немножко готовиться. Нельзя же так вот совсем уже не готовиться. Значит, я посмотрел, так сказать, освежил свои знания в этом плане. И в 1897 году, в 1897 году впервые после Морозовской стачки, после выступления Ивановских ткачей, очень мощный, после этого был впервые установлен в России рабочий день, государством установленный, законом установленный. 11,5 часов. Не надо приукрашивать положение и действия буржуазии. И очернять не надо, но и приукрашивать не надо. Я же не очерняю, говорю, в 14-16, я просто посмотрел, сколько есть. А вы так 10. И до какого времени у нас был этот самый 11,5 часов законодательно действовал? Значит, к 8-часовому рабочему дню перешли после Октябрьской революции, буквально на третий день. На третий день после Великой Октябрьской социалистической революции, если уж говорить о том, что вот мы празднуем там, ну по-разному можно праздновать, можно праздновать, так сказать, с политической точки зрения, кому-то нравятся там идеи, которые, так сказать, победили и так далее. А с точки зрения освобождения, улучшения положения жизни, положения работников, улучшения жизни, безусловно, сокращение рабочего времени, это великий праздник, как появился в 8 часов. И что после этого сделано у нас? Прошло еще 100 лет, заканчивается. Какой рабочий день? А вот что по этому поводу писали товарищи, в это время стояли у руля. Ленин в программу, в проект программы РКПБ, до этого она называлась РСДРП, которая была принята в 19-м году. И прочитать этот текст можно, открыв 38-й том, полное собрание сочинения Ленина, в конце приложения. Поскольку это все-таки писал-то Ленин программу, но принимал-то ее съезд, поэтому она не идет по реестру работ Ленина, она как приложение. То есть это вот то, что написано Лениным, но идет как документ более широкий, фипартийный. Вот там говорится, что в дальнейшем при увеличении производительности труда, сокращение рабочего дня до 6 часов, с обязательством 2 часа без особого вознаграждения уделить обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. Вот цель, которая была поставлена в программе. И эта цель, она связана и вообще с разработкой того, а как победить бюрократизм, карьеризм, и все государственные болезни, с которыми сейчас болеет и наше государство вовсю, потому что приходят люди, так сказать, из разряда предпринимателей, которые пришли из всего извлекать прибыли. Вот он сел на место, как Валюкаев, и он из этого должен извлечь прибыль, которой хватит на всю жизнь, пока он тут находится. Но некоторые при этом попадаются. Еще не факт, что у них отбирают то, что они за это время получили. Вот когда Дмитрий Анатольевич у нас был президентом, он очень позаботился о судьбе взяточников и подумал о том, чтобы их не сажали, не привлекали к уголовной ответственности, а ввел такой закон о кратности взяток. А простите, о кратности, закон о ответственности в плане кратности взяток. Вот вы взяли, допустим, взятку одну, да? С вас пять. И вот что показала правоприменительная практика? Человек берет каждый месяц по миллиону взяток. Но это на сегодняшний день, это вообще цифры ничтожные, потому что, скажем, если вы возьмете Сахалинского губернатора, тот миллиард наличными взял. Миллиард. Или руководитель Федеральной службы исполнения наказаний, ВСИН, бывший, он заказывал браслеты, из которых было ясно, где вы бродите. Вот такой браслет-то, видимо, надо сейчас увлекаю его, повесить налево или на правую ногу, чтобы знать, не уходит ли он из дома. Он же по решению суда под домашним арестом. Вот браслеты. Он на всех заказал и при этом такую сцену заломил, то есть записал, чтобы заплатили, что он нанес ущерб государству 2 миллиарда рублей. 2 миллиарда рублей. Поэтому сейчас о миллиардах рублей, если вы говорите, это небольшие цифры. А мы берем пример, когда по миллиону он берет взятку каждый месяц. И вот его поймали на одной. Вас поймали на взятки в миллион. И суд судил вас строго. Ну, уголовную вам не дал, поскольку Дмитрий Анатольевич побеспокоился о судьбе, чтобы гуманный был наш суд. Вот, все хорошо. По отношению особенно к взяточникам. И после этого, значит, присудили, вы должны отдать 5 миллионов. Вы считаете, 12 минус 5, сколько получилось? 7. 7. Это как вахтовый метод. Сидеть не надо. Уголовной ответственности нет. Берешь 12, отдаешь 5. А эти дураки строят заводы, добывают нефть или газ. Стоят там, где-то торгуют на рынке, эти несчастные люди. Ну, что за люди? Вот решение. 12 берешь, 5 отдаешь. Красота. Во всей чистости. Не повезет. А? Не повезет, может, не повести. Правильно, чтобы ты видел, вот как-то тебя не заметили. Вот, да. Сразу не повезет. Да. Вот, так вот, как можно побороть это явление? Это явление нельзя побороть, если трудящиеся не владеют навыком управления, участием в управлении. Поэтому, как говорил Ленин, что, чтобы победить бюрократизм, надо, чтобы каждый на время становился бюрократом, и поэтому никто бы не мог стать бюрократом. А если вы ничего не понимаете в деле управления, а только я понимаю, ну, как вы меня снимете? Как вы меня будете контролировать? Вы же ничего не знаете, что я делаю. Поэтому, единственный способ этого вот в том состоит, чтобы все участвовали в управлении. Что говорил следующий, так сказать, руководитель нашего государства в середине 20 века Сталин в работе экономической проблемы социализма в СССР писал, было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени и необходимого для получения всестороннего образования. И не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Ну вот, сегодня эти вот высказывания уже это истории такого рода. Особенно после выступления гражданина Прохорова. Это, дескать, уже далекая история, середина прошлого века, вот, но вот в связи с тем, что прошло, уже истекает скоро столетие, когда был осуществлен переход к 8-часовому рабочему дню, и когда мы уже знаем, что в той же Швеции осуществляется переход к 6-часовому, во Франции и в Германии к 7-и, к 6-часовому, то этот вопрос стоит на повестке дня. И вот я хочу вам продемонстрировать книгу, которая недавно вышла в издательстве Политехнического университета нашего «Сокращение рабочего дня как основания современного экономического развития под редакцией доктора экономических наук, заведующего кафедрой экономической теории и методологии Нижегородского государственного университета Золотова Александра Владимировича, даже я тут тоже присутствую в качестве соавторов, но их тут много, 10 человек. В основном это молодые кандидаты с кафедрой экономической теории. Что они сделали? Они посчитали, какая экономия труда достигнута в связи с ростом производительности труда в мире, то есть это книга не о России, это книга о том, какие произошли технологии и в производительности труда изменения во всем мире, какую экономию они дали. Вот они дали такую экономию, что на сегодняшний день переход к 6-часовому дню рабочему не только не обрушит экономическую, скажем, систему или не затруднит, а который только усилит экономическое развитие. Ну, как и было при каждом снижении. Когда в России осуществился переход к 11,5 часов рабочему дню вместо 14,16, ну, люди меньше стали болеть, лучше стали работать и больше и стало повышаться производство. Когда состоялся переход к 8-часовому рабочему дню от 11,5 часов, что ухудшилось положение экономики от этого? Нет. Улучшилось положение экономики? Ну, или, как говорят рабочие, вы будете давать нам разбавленную зарплату, мы будем давать вам разбавленную работу. Вы будете растягивать это на, значит, если вы нам будете день делать в 8 часов, мы будем, соответственно, рассчитывать свои силы на 8 часов, а следует и темп работы, и отношение к работе. Вы будете теперь, значит, работать и думать, когда закончится. А если человек знает, что он 6 часов должен отработать, то он уже к этому готовится, чтобы он, соответственно, вот такую возможность использовал. Ну, я, как представитель такой профессии, которая как раз в таких условиях находится, хочу вам сказать, что это, так сказать, очень, так сказать, содействует подготовки, потому что много времени готовитесь, а короткие выступления. Я вот не могу остановиться в течение полутора часов, читая лекции, но в это время, я к этому должен подготовиться, и, соответственно, чем лучше я буду готовиться в то время, которое у меня считается свободным, тем лучше будут и лекции, и занятия. А что такое свободное время? Вот контрольный вопрос и заодно на засыпку. Что такое свободное время? Время, когда человек занимается собой. Правильно, правильно. Время, когда он занимается... Ну, если вы в бане моетесь, то это вообще-то не свободное время. И зубы чистите не свободно, и обедаете, это все собой, собой, собой. Идете вы в больницу или в поликлинику, это тоже не собой. Все-таки это близко к тому, что у Маркса красивое такое определение, что свободное время это время для свободного развития. То есть, если человек сел к телевизору, и он какой-нибудь замечательный фильм смотрит с прекрасными актерами, он развивается. А если он смотрит, как там кто-кого убивает, стреляет, и там ползают монстры и пауки, то при этом это не свободное время. То есть, есть такая категория, еще одна. Пауки сейчас появятся, они все у нас заказаны уже. Свободное время у нас значительно меньше, чем в нерабочее. Чем в нерабочее. В нерабочее времени, ну вот, 24 минус 8, 16 часов. Из этих 16 часов, допустим, нормальный сон, 8 часов вы убрали, сразу остается 8. Так, если мы возьмем нормальную, обычную семью их родителей, значит, они детьми должны заниматься. причем, ну, я хочу сказать, что еще в период советский, когда не было такого разрыва в доходах, что вот воровали бы детей, чтобы получить залог, за них выкуп, то, скажем, ну, отведут первый раз в школу, как меня отвели, и на этом все. А дальше как на работу и ходить. И мальчики, и девочки, а сейчас, это надо же отводить же, туда-сюда, в детский сад, на работу. Ровно, вот у меня внучку зовут Катя Попова, а год назад информация была в Ростове-на-Дону, такая же Катя, Катя Попова, такого же возраста, возвращалась из детского сада. Пришла и позвонила в домофон, ей сестра открыла, она не идет, она вышла, нет ее, нету. И 20 тысяч человек ее искали в Ростов-на-Дону. А ее, так сказать, как потом выяснил сосед, раз, и в багажник. И хотели получить выкуп 500 тысяч, поскольку нужно было где-то ему заплатить 500 тысяч. Хороший способ, так сказать, а что, дети, родители не дадут, что ли, за ребенка 500 тысяч отдадут. Это надежно, это верно, и так далее. Школа огораживает, сколько уже потрачено металла на то, чтобы огородить все школы, это спасает? Нет, конечно, и так далее. Там заборы, там заборы, там заборы, и так далее. То есть, а время это идет, это тоже несвободное время. Теперь дорога, вот машин стало много, раньше, если вы приобрели машину, вы быстрее приехали, а сейчас, сейчас говорят, ну и вы подумайте, вам на чем ехать, если вам быстрее надо, по Москве, может вы на метро поедете, потому что тех, кто на передачу даже приезжает, не успевает, потому что они застряли в пробке, и все. Короче говоря, если вы посчитаете, а я в свое время, вот здесь, в спецхране, в нашей библиотеке имени Горького, читал программу, научно-технического прогресса его социально-экономических последствий, почему-то она была вот в закрытом режиме, наверное, что бы никто не выполнил ее. Вот для чего нужно было это засекречивать? Ну вот, пожалуйста, я сидел там, тетрадочку брал, которую тетрадочку, там остается она, там, выписывал себе в эту тетрадочку. Оказалось, что у женщин свободного времени гораздо меньше, чем у мужчин. Гораздо меньше. И все это из свободного времени, там, если есть, один час в день, это хорошо. То есть, картина со свободным временем, а сейчас, в связи с тем, что в крупных городах все это замедлилось, и всех проблем много всяких, житейских, то это свободное время еще и сокращается. Тем более, что если у вас есть в нерабочее время, но вы его не использовали на свое развитие, там, на образование, оно уже не свободное, оно потенциально было свободное. Короче говоря, значит, вопрос о шестичасовом рабочем дне, это вот вопрос о том, что сегодня пытаются изображать в виде таких требований, что у нас умная экономика, у нас нововведение, у нас научно-технический прогресс, ну как у вас не отдохнувший человек, человек, который не выспался, человек, который не подготовился, который недостаточно образован, а уровень образования у нас падает, причем падает централизованно. Ну скажите, пожалуйста, вот имелись специалисты, вот я еще был, так сказать, выходил как специалист, я и, так сказать, люди моего поколения, сказал бы, с течением времени уровень повысился, вот и повысился, и сколько тут тех, кто по уровню повысился, кто шесть лет учится. И это не только живут в этой группе, это и в других группах так. И то есть это мы наблюдаем, что идет своего рода конвертация вечернего отделения. В чем смысл был вечерние? Люди, которые заняты на какой-то работе, они учатся шесть лет, а не пять, да? Вам это ничего не напоминает? Вот. Но поскольку они на работе, то они днем не могут учиться, они учатся вечером. Вам это ничего не напоминает? Причем это вот наискосок от нас, вот это и было, вот это вот вечернее заочное отделение. Закрыто это вечернее. Или, скажем, завод в ТУЗ при металлическом заводе, который был прекрасным изобретением, люди там же, прямо работающие на заводе, могли учиться. Тоже закрыт путем присоединения к политехническому университету. Вот и все. И нет этого завода в ТУЗа. И вечернего отделения нет, но зато есть магистратура. А что магистратура дает? Ну, то, что давали специалистам. Да еще год, так сказать. Ну, нам же надо дать нагрузку. Если у вас будет только один год, а нам нагрузку, как преподавателям, получить. Никакой особой, так сказать, другой правовой там форумы или каких-то еще преимуществ. Магистры по сравнению с специалистами не имеют. В аспирантуру специалисты могли поступать. Специалисты могли преподавать в УЗИ. Нынешние вот вы можете, сможете преподавать в УЗИ. А вот эти бакалавры, у которых как бы лавра на боках, они преподавать уже не могут. В аспирантуру пойти не могут. И дошло это дело до смешного, потому что у нас, наш университет решил, что в приемной, не простите, в приемной выпускной комиссии, экзаменационной, должны быть представители работодателя. Ну, кто? Представители работодателя у бакалавриата, директора школ. И руководитель общественных объединений, мне заведующий говорит, Михаил Ильич, а вы там не знаете кого? Я говорю, вот есть русский дом, вот могу вам, фонд рабочей академии, предложить. Кто представители работодателя? И вот они будут решать, а мы уже не участвуем, преподаватели. Дескать, есть работодатели, но они номинальные работодатели, они потенциально могут быть. На самом деле, куда пойдет человек, это вопрос. Тем более, что распределения никакого нет. А было ужасное распределение, ужасное почему? В советское время. Ужасное, потому что если вот вы на отлично, если все не сдали, с одной четверкой, если не сдали, красный диплом не получили, то вас не освободят от распределения. Вот я, например, не получил, меня в аспирантуру рекомендовали. То есть свободное распределение тех, кто получил красный диплом. А если вы не получили красный диплом, то вас направят не так, что вы сейчас будете мыкаться и искать, куда устроиться, вас отправят на работу, где вы получите с гарантией рабочее место, квалифицированное, по специальности. На этом рабочем месте вы будете работать три года, в течение этих трех лет бронируется ваше жилье, то есть права у вас остаются, а через три года вы имеете право. А, либо вернуться к себе домой, и жилье у вас есть, и сами устраиваться на работу. Либо там, где вы уже выросли и без родителей можете прожить и получаете хорошую зарплату, и за три года вы стали, а считайте не три года, а пять лет теоретических, плюс три вы проработали, восьмилетнее обучение, пять теоретических, три практических, вы уже человек, молодой специалист, причем этого молодого специалиста, тронуть пальцем было нельзя в течение трех лет. Уволить нельзя. Вот что бы вы ни делали, как бы вы ни куролесили, и как бы вы ни ходили, ни приходили, сколько бы вы ни опаздывали, ничего нельзя делать. Ничего нельзя делать с молодым специалистом. Вот кончится три года, вот тогда, извините, а вот пока три года, то есть прямо на руках носили этого молодого специалиста. И вот сейчас начинают, а как бы нам бы, что бы и так далее. Поэтому не всегда изменения являются только прогрессивными, очень часто они бывают движением вспять. Вот такая картина. Поэтому на сегодняшний день мы имеем вполне научные доказательства на огромном статистическом материале того, что на сегодняшний день во всех крупнейших странах имеется полное основание для того, чтобы перейти к 60-часовому рабочему дню, при том, что уровень производства не только не снизится, но и повысится. Что при этом происходит для работников? Почему это их коренной интерес? Потому что зарплата повысится в расчете на единицу времени. В расчете. То есть, поскольку имеется в виду сокращение рабочего дня без уменьшения заработной платы. Это имеется в виду. Зарплата, следовательно, повысится. Воздействие всех негативных факторов производственных снизится. Так, свободное время увеличится. Травмоопасность сократится. А травмоопасность от усталости колоссально идет. От продолжительности рабочего времени. И свободное время появляется. Два часа, которые можно уделить образованию, участию в государственной, общественной и политической жизни. А для работников это, прежде всего, то время, которое можно потратить на защиту своих интересов. Вот я начал с того, что хвалил сегодня в первой своей части лекции буржуазии за то, что она молодец, хорошо борется за свои интересы. Конечно, вот в этом смысле рабочий крас не молодец, то есть плохо борется, но можно, так сказать, найти извинительные какие-то такие вот оправдательные моменты в том, что у него времени для этого мало. Потому что для того, чтобы создать профсоюз, нужно время. Для того, чтобы вести профсоюзную борьбу, нужно время. Для того, чтобы, скажем, участвовать в политической жизни, нужно время. Если вы хотите, так сказать, партию сделать рабочего класса, а без нее вы сейчас никак не выиграете, потому что сейчас все профсоюзы политизированы. Одни приводные ремни от Единой России к массам, как, скажем, ФНПРовские профсоюзы. Другие от партии Справедливой России к массам, тоже от той же самой буржуазии. Если вы хотите иметь независимые от буржуазии профсоюзы, вам нужно иметь свободное время для того, чтобы их организовывать. Тем более, что в самом профсоюзном движении очень сильны негативные тенденции. Потому что, когда профсоюз организовывается, он организовывается, как союз работников. По какому принципу? По принципу идейному или не по идейному принципу? Это что, союз единомышленников? Нет. Это не союз единомышленников. Это союз борьбы за улучшение условий труда и оплаты. И все. И вот, кого-то вы избрали освобожденным профсоюзным работником. Пока он был рядовым членом профсоюза, он занимал позицию как бы коммунистическую, можно сказать, за общее дело. Потому что вы только тогда можете улучшить свое положение, если вы сообща будете бороться. Когда он стал руководителем, теперь он может улучшить свое положение без того, чтобы бороться за это общее дело. И мы знаем массу случаев, когда освобожденные руководители профсоюзных организаций иногда, потому что их подкупают представители буржуазии, а иногда просто потому, что они начинают бороться, продолжают бороться за улучшение своего положения, но не вместе со всеми, а это долго же со всеми. Долго, трудно, а так сказать, нитуально. Они улучшают свое положение и тем самым по существу придают интересы работников и интересы своего профсоюза и так далее. То есть, но для того, чтобы с этим бороться, тоже нужно, чтобы члены профсоюза имели свободное время для участия в профсоюзной жизни и для контроля за своими руководителями. И если этого контроля не будет, то будет то же самое, что сейчас мы наблюдаем в государстве. Все время взятки, коррупция и так далее. И так же то же самое может происходить и в профсоюзной жизни. Отсюда какой можно сделать вывод, что на сегодняшний день концентрированным выражением интересов работников, интересов рабочего класса является переход к 6-часовому рабочему дню. Сколько времени будет идти борьба за это? Какие этапы она пройдет? Это уже второй вопрос. Вопрос сейчас стоит так, что мы констатируем необходимость. 100 лет уже прошло и уже тот период, который можно сказать продержался 8-часовой рабочий день истек. Сейчас необходимо переходить к борьбе за 6-часовой рабочий день и вот на этом направлении должны быть заточены усилия рабочего класса, если он хочет улучшить свое положение. И это соответствует тому, что выгодно рабочему классу. Если будет он бороться за индексацию заработной платы, то я уже это рассказывал, это СИЗИФов труд. СИЗИФов труд. То есть это его как бы отводят его противники класса от борьбы за его собственные интересы и он тогда на самом деле никакой опасности не представляет ни для кого. И ничего он тут не добьется. И ничего тут добиться нельзя. Вот так обстоит дело. Что при этом, какие в распоряжении работников имеются инструменты как результат уже предшествующей борьбы рабочего класса. Ведь за этот самый кодекс была очень большая борьба. В частности, я вам рассказывал, что когда шла борьба за новый трудовой кодекс, такие проекты, как проект правительственный провалился в первую очередь, проект восьми профсоюзный провалился, проект Московской городской думы провалился, очень мало получил голосов, проект Яблочный, который депутат Голов, проект ЛТП Русский Митрофанов, который разыскивает полиция, как вы знаете, вот он был одним из авторов проекта. Единственный проект, который обошел проект Фонда Рабочей Академии, был проект комиссии Слизки, такая известная была депутат, вот, и она создала комиссию и построила такой компромиссный вариант Трудового кодекса, который был хуже, чем, скажем, проект Фонда Рабочей Академии для работников, но лучше, чем все остальные проекты, которые до этого предлагались. И в итоге вот он набрал большинство голосов. То есть нынешний трудовой кодекс мы тоже должны рассматривать как результат борьбы класса, причем политической борьбы, мы об этом уже говорили. И вот сейчас наступил такой момент, когда можно это использовать. Есть, пожалуйста, вам не выплачивают зарплату, что говорит Трудовый кодекс, что нужно делать, если вам не выплачивают зарплату? По закону что вам позволяет закон? Закон ничего вам не обещает. Он ничего мне, никаких советов не делает. Он просто есть это в законе, но если вы не знаете или не хотите использовать, это ваше дело. Почему он должен? создать трехстороннюю комиссию? Не надо никаких трехсторонних комиссий. Не надо. Надо прочитать Трудовый кодекс. Там написано, что 42-й статье. Докладываю. Что должен сделать работник? Написать бумагу. Вот сейчас мне не выплатили зарплату. Сколько дней? 15 дней. Вот два раза в месяц я должен получать. Во-первых, если человек ко мне тоже обращается, что делать, я говорю, подожди еще не отрицательно. Что-то прямо через 15 дней ты уже прямо мало ли какие-то задержки. Один-два дня. Не надо конфликты устраивать на производстве без нужды. Ну вот вам уже 20 дней не выплатили. Что нужно сделать? Работник должен своему руководителю, если вы мой руководитель, я пишу, дорогой Иван Петрович, уведомляю вас о том или ставлю известность, что с сегодняшнего числа, с 22-го ноября я не останавливаю работу. Если я останавливал свою работу, я нарушитель. не-не-не, приостанавливаю работу. При останавливаю работу до выплаты заработной платы. И прошу вас в соответствии со 42-й статьей сообщить мне письменно о том, когда мне выходить на работу. С этого, отдав вам эту бумажечку, я закладываю руки в карманы и гуляю по цеху. Хочу по заводу, хочу пойти домой, хочу лягу на диван и буду смотреть телевизор с этими стрелялками, про которые он говорил, что это не свободное время. А лучше, конечно, что у него хорошее. Что должен сделать работодатель? Работодатель должен прислать письменно бумагу вам на блючке с золотой каемочкой, согласно трудовому кодексу, где будет написано уважаемый Иван Петрович, завтра вам будет выплачена зарплата, просим вас, дорогой, завтра выйти на работу. Вот если вы завтра не выйдете, вы нарушите. А вот все это время, ну сколько, если это будет месяц, два, в это время вы можете работать где угодно, ну без оформления. Как бы пойдем натаскать. Вы мне что-то сделали, я вам заплатил. Мы знаем с вами два человека, то есть, чтобы вы не потеряли рабочее место. Вот и все. То есть, вы отдыхаете, культурно развиваетесь, читаете капитал Маркса, готовитесь к новым боям. Какой тут бой? Этот бой уже выигран. Другое дело, что, если, скажем, советовать, то лучше бы и вы бы тоже написали. Потому что, когда вот кто-нибудь один или два себя изолирует, то вас, конечно, за это вас никто не может уволить, а за другой могут. То есть, вот эти жадьи не сделают ли какую-нибудь ошибку. Как только какую-нибудь ошибку сделают, ага, ты законник, поэтому это, так сказать, в законе не может быть прописано. Это прописано уже в том, что если эта борьба классовая, то она ведется, она раз, к ней надо подходить как к искусству. Вот вы все написали, но вы должны понимать, что, во-первых, лучше сидеть не дома, а на работе. И сидите там и читайте капитал. Вам как раз это будет полезно для этой дела. пришли на работу и читаете на рабочем месте. Повышаем квалификацию. Повышаете свою квалификацию, причем экономическую, политическую, одновременно. Вам говорят, а что вы не работаете? А вот покушаю и буду работать. А почему не кушаете, зарплаты нет? А когда? А, кстати, вы можете всем, кто приходит с такими предложениями, просить у них, давайте в долг, дайте мне в долг до зарплаты. Как получу, сразу отдам. И вас вообще не волнует тогда, сколько вам не выплачивают, правильно? Дайте мне в долг. Как только вы скажете ему дайте в долг, он сразу шапку в охапку и с вами не будет разговаривать. То есть, ни с кем не надо конфликтовать, спокойно. Вы на законном основании имеете право покинуть рабочее место. Ну, вы просто думайте, просто я жду сейчас, мы должны вот-вот принести зарплату, поэтому не ухожу с рабочего места. Заодно, чтобы его и не заняли, потому что еще как бы не придумали они, чтобы кого-то заняли на это рабочее место, и ему начнут платить, а вам не платить, чтобы это исключить, это докеры хорошо понимают, что лучше с рабочего места без нужды не уходить. А вот работать-то и не надо. Как это, работать без работы? Нарушен же договор трудовой. У нас в чем был трудовой договор? Что вы работаете, а я вам плачу. Я вам не плачу, вы и не работаете. Какие претензии могут быть? Вообще, почему я могу вам что-то говорить, что давай работай? За какой стати? У нас что? Вы у нас кто, раб или крепостной? Вот если бы у меня были крепостным, я бы тут сразу позвал, сказали его, пожалуйста, отправить, направить, а как я могу? У человека свободный, я ничего не могу. А вот если у нас договор, договор – это двустороннее дело, вы хотите, чтобы я работал на здоровье, давайте зарплату, я буду работать, вы же не выполняете свои обязательства. А если одна сторона не выполняет свои обязательства, то и тем самым она освобождает вторую сторону от выполнения обязательства. Это вот одно. Скажем, вот этот вопрос урегулирован. И сразу, как только появилась эта статья, плюс введена ответственность уголовная, в уголовный, это в Кодексе не может быть, ответственность, вот там, где мы хотим, чтобы было обязательным, что надо вписывать в соответствующий пункт, либо в уголовный кодекс, либо в кодекс административных правонарушений. В административных правонарушениях кодекс там какие-то штрафы впитываются, они очень большие. А вот если уголовный кодекс, ну, скажем, не выплатена зарплата до трех лет, до двух лет. Тому, кто не выплатил до зарплаты. Использовалась в ближайшее время эта статья уголовного кодекса. Использовалась товарищ Рогозин, вице-премьер, в связи с тем, что на космогроме Восточное не выплачивал зарплату, колоссальные деньги туда были отправлены, деньги куда-то, значит, уже, сейчас вот разбирается, там есть много людей, которые эти деньги направили по своим каналам к себе в карманы. Вплоть до того, что там должно быть построено специальное смотровое здание, где вот приезжающий, в том числе президент должен был смотреть, построено таким образом, чтобы оно было защищено от каких-то воздействий. не очень далеко от запуска ракет. Вот для них вырыли туннели, и они там сидели, значит, товарищ Путин и прочие, сидели и смотрели, как первый запуск был осуществлен. Потому что денежки, 700 миллионов, кто-то положил себе в карман. Ну вот кто положил, разбирается, занимается, но это одна сторона. Вот если зарплату положили, значит, уголовное дело заведут. Много уголовных дел на строительстве космодрома Восточных в соответствии с тем, что такое есть в законе. То есть, а, вот то, о чем я говорил, б, ответственность административная, в, есть уголовная ответственность. Так что здесь закон стоит на стороне выполнения договора. Ну, если это капитализм, если купили и продали, ну так вы договор купли и продажи выполняете, если какая-то общая основа купли и продажи, но купли и продажи рабочей силы тоже купли и продажи. Почему? Если вы на рынке, значит, если вы возьмете и не заплатите это воровство, а если я ваш труд возьму и не заплачу вам за рабочую силу, это тоже воровство. Значит, как воровство? Надо за воровство наказывать, сажать надо. Вот такая здесь картина. Дальше, в трудовом кодексе что предусмотрено? В трудовом кодексе предусмотрено проведение коллективных переговоров. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно, чтобы работники, вот здесь это бы и нужно было в свободное время, чтобы они обеспечили себе представительство. Потому что, если вы придете со мной вести переговоры, я с вами вести переговоры не буду. Если я генеральный директор расскажу, вот я как генеральный директор представляю работодателя, у меня есть соответствующий доверие. А вы кто такой? Кто вы такой? Иванов? Иванов, идите на рабочее место. Что вы уже сейчас, у вас уже закончился труд? Идите на мой. Почему я должен с вами разговаривать? То есть, вопрос о представительстве очень важный. О представительстве работе. Как его обеспечить? С формальной стороны это расписано так в трудовом кодексе. Представительство может обеспечено таким образом, что собрание или конференция трудового коллектива поручает вы где-то можете собрать собрание на таком предприятии, где, допустим, 3,5 тысячи человек или 7,5 тысяч на Кировском заводе сейчас. При том, что было 35 тысяч, я в 1989 году был кандидатом в народный депутат СССР от ряда предприятий, в том числе от порта, от завода Казицкого и на Кировском заводе. Проходил, но не прошел, а прошел только через КБ-3, там, где 6 тысяч человек было. Вот 6 тысяч собрали за 3 дня конференцию. Тогда. Но это все равно, на 6 тысяч человек представителей собрать, это надо избрать в подразделениях, собрать конференцию и так далее. А как вы сейчас соберете 7,5 тысяч человек? Значит, кто будет конференцию проводить с учетом того, что у вас 8-часовой рабочий день и плюс сверхурочные работы? Кто это будет делать? То есть, практически, технически это сделать очень сложно. Поэтому, одно дело профсоюз, который специально этим занимается, а другое дело, что вот вы какая-то инициативная группа, 3 или 5 человек, бегают и пытаются собирать, а им все мешают. И все мешают, и авторитетуют. А кто вы такая? А вы кто такой? Вот мы пришли, а вот так далее. То есть, этот вопрос о том, чтобы собрать конференцию, поставить представителей, он тогда решается не с этого конца. Почему не с этого конца? Потому что, чтобы с вами вообще разговаривали, надо, чтобы вы что-то имели в руках. вот если у вас есть хороший проект коллективного договора, ради которого вы собираете людей, тогда можно об этом говорить. Но если у вас просто есть проект коллективного договора, вот смотрите, какой толщины у вас проект, можете вы с этим разговаривать? Вам для того, чтобы разговаривать с людьми, пришли, когда вы придете, в какое вы время можете говорить? Вас всех пустят? Хорошо, если не режимный завод, всех пустят. Но в какое время? Вот я стою у станка, вы будете со мной разговаривать, меня вас выгонят. Правильно? После работы я убегу, у меня дети, жена ждет, она под вам не... Перерыв, в обедный перерыв, это свободное время. Так я жую бутерброд, а вы не собираетесь все прочитать, что же вот это вот, то, что вы принесли? Вы что, с ума сошли? Что нужно сделать? Посоветуйте товарищу, что нужно сделать? Сократить рабочий день. Сократить рабочий день. Так как до этого добраться? Тут заколдованный круг, чтобы сократить рабочий день. А так, ну, не сокращай. Чтобы сократить рабочий день, надо организовать работников для борьбы за сокращение. А чтобы... А для этого надо... Чтобы вы получили представительство. Значит, для этого пишется... Вы можете самое хорошее, что в этом коллективном договоре написать на одной странице? Да, можно, что да. Можете? Написали? Да. Покажите. Во. Не, не, вы дайте, чтобы нам раздать. Вот мы сидим два, две. Вот работница, вот я работаю. Сделайте к следующему разу. То есть, вот, понимаете, да? То есть, вот, не то, что вот здесь три главы, там есть, то есть, никого не волнуйтесь. Чего мне дашь этот ваш коллективный договор? Вот я, слесарь Петров. Чего мне слесарь Петрову дашь это то, с чем вы пришли? Если вы ничем не пришли, идите отсюда, не мешайте кушать. А если вы пришли с тем, что я больше кушать буду, больше получать и так далее, и условия у меня изменятся. Ну, дай, покажите мне, дайте мне бумажечки, раздайте и огласите список этот. Вот вы огласили, это чтобы огласить список, вам сколько? Ну, пять минут нужно. Десять минут. То есть, нужно учитывать, что эта вот деятельность по организации работников идет, тогда, когда время свободное, в обеденный перерыв. И в обеденный перерыв это можно делать. И делают вообще люди, и профсоюзные работники это делают в обеденный перерыв. В обеденный перерыв можно провести собрание. Это собрание может проголосовать. Вот вы проголосуете за это, за то, что вы такие-то Ивановки, значит, вам понравилось это дело, да? Тогда вот те люди, которые берутся продвигать, вот эти три человека или пять, проголосуем за то, чтобы они были вашими представителями, представителями коллектива. Голосуем. Если вы проголосуете, а протокол не составите, тогда вы ушли ни с чем. То есть, протокол должен быть как у этого подразделения. Если у вас в другом цеху будет другая повестка дня, вы их не сложите, эти протоколы. То есть, для того, чтобы у вас в итоге, вы выходите по этим 15 подразделениям, чтобы у вас получился один единый протокол, вам нужно взять все эти типовые протоколы. Всего по списку в этом подразделении вот столько, присутствовало вот столько, голосовали, присутствовало больше половины, иначе это не правомощно. Голосовали за вот столько, против вот столько, воздержалось вот столько, и вот я это все сложил и написал итоговый протокол, результирующий, что состоялось собрание по подразделениям, это собрание по подразделениям всех работников завода. И в итоге этого собрания Такие-то товарищи Принято решение одобрить Этот проект коллективного договора Раз, чтобы второй раз не собирать Надо нагрузить тогда это мероприятие Потому что это очень тяжелое Во-вторых, поручить Таких-то назначить представителями Работников на переговорах И при введении коллективных трудовых споров Пять человек, к примеру Которых освободит от работы Согласно кодексу, если у вас это удастся Все оформить, то обязан будет Освободить от работы на период переговоров По закону По трудовому кодексу До трех месяцев с оплатой по среднему Вот тогда вы можете ходить А сейчас пока вы можете ходить Только на правах инициативы Дальше Следующее, что нужно сделать Нужно, наверное, раз уж это такое Дорогое удовольствие, сразу избрать делегата В конференции, потому что, если придется Делать забастовку То для решения вопроса забастовки Нужно будет решение конференции А так вы сейчас делегатов Изберите и поручите им Поддерживать этот коллективный договор Потому что, если в это Поручение не будет И за это не проголосует То придет генеральный директор Отец родной И расскажет им, что вот вам Воду мутят эти Вот один вот этот особенно Мутят бородатый и волосатый Вот, так сказать, а вы Вы должны Помнить, что я о вас заботюсь Думаю, вам вот будет зарплата скоро повышена И так далее Только гоните их в шею Ну, я рассказываю, как в жизни бывает Примерно И если вы это вот голосование провели И вы так спокойно, методично Пошли, 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 пошли И в итоге какого-то времени Пусть оно будет не очень быстрое Ну, месяц займет Но через месяц вы У вас будет в этом же коллективе Какая ситуация? Принят проект коллективного договора Работниками И это теперь проект работников А не проект Иванова Или Петрова Или Сидорова Или Попов Видите ли, он написал Есть профессор в университете Видали мы этих профессоров Сколько их Этих гнилых профессоров Мы видели Еще они только все портят Не дают нам работать Надо написать в этот университет Пусть они не занимаются этим делом Второе Значит, есть проект Вы его работники одобрили Избрали делегатов конференции Делегатов конференции А срок конференции Ну, поставьте там через 2 месяца Или 4 месяца Почему? Чтобы все успеть сделать Не надо тут бежать быстро Важно прочно идти Надежно 2 Так, значит Назначили конференцию Поручили делегатам конференции Выступать за этот проект И руководители избрали Для ведения переговоров И комитет представителей Коллектива Для ведения переговоров И проведения коллективных Тодовых споров Которого раз могут освободить До 3 месяцев А потом Значит, если вы Допустим, сделаете 6 человек То вы 3 сможете направить Для проведения переговоров А вторых 3 для ведения Коллективного трудового спора Этих до 3 месяцев освободят На этапе споров А других 3 на этапе переговоров Вот 6 человек, допустим, можно сразу Представителей избрать Это если нет никакого профсоюза Мы берем случай Но нет у профсоюза Таких предприятий сейчас тьма Или есть, кто там не хочет заниматься вообще И он сидит в кармане у работодателя Вот сейчас было колоссальное ухудшение Положения условий труда В 2014 году На территории всей России Которая связана с тем, что Принят новый закон О специальной оценке условий труда И вот этот соут И вот этот соут Подмахивает профсоюзные деятели Согласовано с профсоюзом В том числе Лена Гороэлектротранс наш Там 11 тысяч работников У кого были особо вредные условия Оказались вредные У кого были вредные Уже не вредные А как это делается Вот я вчера не поленился И внимательно Почитал еще раз эти документы О том, что это за закон В целях облегчения нагрузки на работодателей Поскольку им приходится платить Всякие компенсационные выплаты Из-за всяких вредных условий И так далее Вот некоторые люди такие наивные, как вы Хотят, что надо улучшить условия труда Нет, надо просто записать Что они улучшились Тогда будет хорошо А для этого что нужно делать? Объясняю, как написано в законе Если раньше В инструментальном образом Существовала система Аттестации рабочих мест Вы инструментальным образом Определяли Загазованность Запыленность Вредность Опасность Температура И прочее Все, что есть Все параметры Электромагнитное излучение То теперь делается по-другому Да И это делать Должна была Аттестационная Какая-то организация Специальная Которая Эту аттестацию проводила Бесплатно Почему бесплатно? То есть за счет государства А теперь нет Вот я работодатель Я заказываю И плачу А кто платит Тот и заказывает музыку Вот я заказываю И плачу Потом из этой организации Приходит человек Без всего Ни инструментов нет Ничего Ничего не замеряет Подходит Смотрит Так у вас тут курорт Слушайте Девушка Что у вас там написано Бредность Да вы что? Не А вы что? Что вы тут говорили Что у вас там тяжелые условия Какие тяжелые условия? Вы сейчас же ничего не поднимаете Это я пришел Вы со мной же разговариваете Разговариваете со мной Что тяжело вам что ли разговаривать? Я пишу бумагу Этот человек пишет бумагу Что нет необходимости в замерах И эти вредные переводятся В невредные В полезные А особо вредные Во вредные просто Отнимается лечебное там питание И прочее Эти прибавления к отпуску Которые было пять дней Сокращаются до одного Или до двух И вот такое обрушение идет Причем Нам это особенно интересно наблюдать Как философам Потому что если раньше Скажем С позиции материализма Оценивалось условия труда Условия труда Это материальные условия При которых Совершается труд Материализм А сейчас Это Причем Это идеализм Но причем субъективный Это вот как я оценю А как я оценю А смотри Какая зарплата будет Как я оценивать буду Вот если вы Жадный Этот предприниматель Жадный Вот если мне мало заплатите Я вам напишу Что у него страшно вредные условия И вы будете платить ей Двойную и тройную еще Еще увеличится плата Я приду с инструментами И в следующий раз вы поймете Как надо иметь дело С представительной квалифицированной организацией Мы все работаем сейчас на прибыль А вы сэкономили Вот вам это экономия Бог вам обойдется Выйдет Вот такая картина Поэтому в нынешних условиях Конечно если Не предусмотрено что-то В коллективном договоре А в коллективном договоре Что можно присмотреть Все И вам это Вот скажем В законе этого нет А вы можете все написать И записать Что работодатель Должен это оплачивать Но Представители профсоюза Должны при этом присутствовать И без согласия профсоюза Такая оценка не дается Но это вот большое дело И большая борьба Короче говоря Значит Резюме Того о чем я сегодня говорил Что если мы хотим Понять Вообще То что происходит В современной экономике Или в политике Вот мы должны Встать на ту позицию Которую Методологическую Которую разработали Еще французские Буржуазные историки Они были не дураки И они Огромного Скопления И движений Отдельных лиц У нас сейчас уже Семь с лишним Миллиардов Человек По земле бродит И всякая вообще Всякая научная работа Начинается с классификации Они сначала Решили этот первый вопрос Если мы хотим Изучать общество Надо классифицировать Как будем классифицировать По словам Или по делам По делам По делам Вот тут 70-летие Наши патриарха Они говорят Что по делам Их узнайте их По делам По делам А дела Из чего вытекают А дела вытекают Из экономических интересов А экономические интересы Что характеризуют Положения Значит надо Классифицировать По положению В производстве Деление на класс И это разделение людей Не то Которое кто-то делает А объективное разделение Деление людей По положению В производстве Я по положению В производстве Сейчас кто? Преподаватель А вы кто? По положению В производстве А вы? Магистр У вас другое положение Я у вас буду принимать экзамены А не вы у меня Вот Сейчас у кого лучше положение? У вас У меня А после экзамена Будет лучше у вас Потому что вы потом Можете со мной здороваться А можете и не здороваться Ну вот до экзамена моя специалиста рекомендация – лучше здороваться. У нас же с вами откровенные доверительные отношения. Мы же изучаем положение объективное, правильно? Ну по объективному положению, что же вы будете сейчас со мной? Вот потом сказать, да какой-то глупость говорил, но я ему все равно сдал, потому что то, что он говорил, мне трудно выучить, что он говорит. Я ему это и сдал. И потом лучше здороваться. И потом на всякий случай, черт его знает, может быть, отзыв надо будет когда получить. Вот человек уже многоопытный. Ну вот на этой оптимистической ноте, позвольте мне закончить, я думаю, такую лекцию прочитать, и в том числе в каком-то общественном поле для интернета, потому что она такая интересная поле, потому что сама вот эта тематика, которую Александр Иванович провозгласил, что давайте мы поизучаем политические аспекты всех этих социально-трудовых конфликтов. И тогда вот это вот рассмотрение становится более глубоким и более ярким. Потому что думаешь, вот Иванов требует повысить ему зарплату. И что? Вот пусть идет и Берегова, и требует. Когда мы вот рассматриваем это на широком поле, конечно, мы тогда понимаем и с одной стороны сложности, а с другой стороны возможности этой борьбы. Спасибо за внимание. Спасибо.